Сарлова день директор докуляш писта норд Готов? Здравствуйте, глубоко уважаемые любители летных видов спорта Я Игорь Волков, а вы на канале Мечта Летать И у нас очередной ролик Мне очень хотелось бы сделать его позитивным Но получится, какой получится? Посмотрим Я взял планер, друзья Это значит, что ролик обещает быть интересным И с чего бы я начал его? С этики У нас блогеров, которые снимают видео про планера Ну не так много И яркое чувство, которое у меня есть от сообщества От того, что, во-первых, все очень уважают друг друга То есть это чувствуется, подбадливают друг друга Пишут друг другу Мне дико приятно, когда мои коллеги там Меня провожал в полет на чемпионате мира Стефан Ландер подошел, поздоровался Игорь, классно, я смотрю твои ролики Говорю, Стефан, да я твои Как ты летал 4000 километров, пролетел всю Европу За 7 дней там Представляете, он там из Германии Через пространство воздушное Через всякие закрытые доны Долетел до Парижа Обошел Парижскую зону Потом долетел до Альп И все время приземлялся, ночевал Вот у него все в планере было Посмотрите, Стефан, ролик Потрясающий Бруно Василь, замечательный пилот Тоже интересные ролики Ему, правда, лицензию какое-то время отобрали За петли Причем организаторы разрешили А федеральное агентство сказало, что нельзя было Нужно было какое-то еще спецразрешение получать С молодой немецкой планеристкой Юлией Мы отсняли замечательных пару съемочных дней В волне полетали Скоро появятся ролики на каналах У меня есть замечательный друг в Новой Зеландии Меня все приглашает в Амараму Я мечтаю, когда-нибудь к нему приеду Он очень хорошие ролики связанные с безопасностью полетов снимает Так вот, это вот сообщество Где люди уважают друг друга И это, наверное, основное И даже где-то, если что-то Кто-то слышит обидное Наверное, как-то Можно всегда найти Наверное, какой-то культурный И моральный, что ли, высокоморальный Способ разрешения проблемы Но не всегда так получается Недавно Буквально неделю назад Я был на чемпионате мира И бегая по полю, как веселый щенок Снял ролик Сколько это стоит? Ну, потому что там Кто-то написал, что Можно летать за 5000 рублей в месяц На плане, что можно летать за 5000 рублей Ну, я попробовал красиво объяснить Почему это все-таки невозможно Ну, не буду повторять ролик еще раз Сходите, посмотрите Будет интересно, кстати Заодно планировые митти Которые летают на чиновники мира Один из аргументов в этом ролике Был то, что Планировые должны поддерживать ресурс свой То есть полеты Когда планера просто стареют Умирают И после них ничего не остается Это полеты в ущерб будущего детей То есть дети Не смогут летать на планерах Если вы их доносите И не восстановите их Какие планера Для сравнения Как раз использовались Летают в Российской Федерации Это планики и янтари Которые достались со времен Советского Союза В облако не лезть В облако не лезть Можешь отойти по дуге И продолжишь Вот так Хорошо И состояние этих летательных аппаратов Ну как сказать Время Оно ничто не щадит В своем ролике Я принципиально не использовал Никаких именов Не называл Никакие клубы Ну потому что Чтобы просто никого не обидеть Это мой некий принцип Один из аргументов Которых я приводил Это состояние Современное Планиров Которые летают в России Как известно Это техника Оставшаяся в основном Из ДСАП Нового почти ничего не закупалось ДСАП это было давно Это был Советский Союз И это что Это бланики Металлические Но они старые Все таки много лет И второй Это янтари Которым тоже достаточно много лет Но даже не в этом проблема А проблема в том Как допустим Хранились эти планера Условия хранения В неотапливаемых помещениях Не очень хорошие Потому что На бентале образуется конденсат Да и в пластике тоже Если конденсат замерзает Пластик начинает рвать Вот эти циклы Размерзания-размерзания Есть коррозия Чехлов были зачехлены только фонари Солнце светит Все падает Там грязь Вот эта вот Пыль Чернозем И так далее Каждое утро Планер моешь Он-то весь Помимо этого Еще находятся дураки Которые планируете Шкуркой Шкурят Причем да Действительно Есть верхний Изношенный Слой гилькоута Если его пошкурить Он уходит Планер становится гладеньким Потом вы дотираешь воском Полируешь И все получается хорошо Гилькоут толстый Порядка Миллиметра Таких циклов Можно делать достаточно много Но шкурка тысячная Ну есть дураки Которые Трехсотый Натерли Ой Шестидесяткой Натерли Представляете Ну и вот Весь планер В рваных этих Царапинах Здесь Ну то есть Это планера Ну реально Янтари В убитом состоянии В убогом На моем планере Ну и плюс еще Качество Людей Которые летают Качество обучения Наверное Этих людей Некоторую роль играет У меня Планер собирал Какой-то спортсмен Собрал его неправильно И у меня Отвалился стабилизатор В полете Ну как полете На посадке То есть Я шел на финиш На соревнованиях Слышу Что-то лязгает В хвосте Блюм-блюм Ну думаю Ладно Так аккуратненько Там даванул скорость И уже На финише Получилось Что стабилизатор Вырабатывает Отрезательную подъемную силу Его прижало Он перестал блямкать Лязгать Я вот успешно Долетел до аэродрома Выровнялся И после посадки Слышу Бах-бах-бах-бах-бах Смотрю Стабилизатор болтается То есть Это что вам нужно знать О подходе Наверное Безопасности И так далее Когда говорят Что у нас там Все самое лучшее Нормальное В мире тоже Не всегда Все гладко везде Тоже бывают Какие-то ошибки Что-то Это нормально Когда люди ошибаются Такое бывает Но Наверное Нельзя Прямо говорить А у нас Все хорошо Просто У нас Все настолько Зашибись Нужно уметь Признавать проблемы Одной из проблем Является Янтари-бок С ним Можно отремонтировать Действительно Панера Очень ресурсные Очень живучие У них заложен Такой коэффициент Прочности Что Вот он позволяет Вот эти все Издевательства Выдерживать Но есть нюансы Какой нюанс Бланники Бланники Планера металлические И при проектировании Бланников Была сделана ошибка Лонжерон Бланники Был спроектирован Слишком слабым И по мере полетов В нем Образовывались Усталостные тречины 13 лет назад Было несколько Катастроф Бланников В Европе Из-за разрушения В воздухе При расследовании Выяснилось Что разрушался Лонжерон Из-за усталостных Тречин Яса выпустила Бюллетень По запрету Полета всех Бланников До выполнения Необходимого ремонта Процедура ремонта Была Согласована И все И дальше Все Бланники Стали на прикол В Европе И Часть из них Отремонтирована Ремонт достаточно дорогой Порядка 7000 евро Но его выполняют Хотят запустить Бланник Запускают Выполняют ремонт Летают дальше В Российской Федерации Все планира В основном Бланники В большинстве своем В государственной собственности Это Собственность Бывшего ДУСАФа Ну и сейчас Опять же Наверное ДУСАФа И Такой бланник Отвезти на ремонт Сложно Просто потому что Он государственный Какое-то количество Частных планиров Есть Но такие планира Покупались за 3-4-5 тысяч евро И соответственно Наверное Люди не готовы Брать этот бланник И везти его на ремонт Влокладывая В него Еще и там 7-8 тысяч Поэтому Планера Не отремонтированы Летают Абсолютно точно Вам говорю Два Планера Хороших Есть На подмосковном Аэродроме Потому что Их привезли Сейчас из Европы На них Процедуры Все эти Выполнены И Есть В Орле Два Супер Бланника На которых Такой ремонт Не нужен Потому что Эта серия Уже была Спроектирована Хорошо То есть 4 планира На страну Остальные Все бланики Процедуру Ремонта Не проходили И они могут В любой момент Квакнуть То есть Я в прошлом ролике Это жестко не акцентировал В этом сделаю Слова о том Что мы летаем Блинчиком Мы летаем Потихонечку Мы никаких Петель не крутим Мы штопора На планирах Не крутим И на наш Век Хватит Ну тогда Скажите пожалуйста А зачем В принципе Конструктора Конструирует Планера С таким запасом Прочности Что там Планер должен Выдерживать Перегрузку 5.7 Не развалиться Так классно Давайте решим Что мы будем Аккуратненько Летать блинчиком Планер будет Держать перегрузку 3 Будет легеньким Замечательным Да потому что Друзья Всякое в жизни Случается Я взял сейчас ручку Мы летаем Вокруг нас горы Мы летаем Вокруг нас Восходящие потоки И вот допустим Вот под этим вот Облаком Может стоять Такой замечательный Восходящий поток Который создаст ножницы Мы возьмем Разгоним планер Сейчас я вам Как раз Перегрузочку Включу Вот это перегрузка Видите До двух Забросов И если я войду В очень резкий Восходящий поток То вполне возможно Настолько сильно Поменяется угол Атаки Что там Может быть Перегрузка Там Не знаю Там Два Три Четыре Неважно Достаточно Большая И говорить о том Что если планер Петли не крутит То может он Летать Вечно И ничего Не страшно Ну Очень сомнительно Вот сейчас Я скручу петлю Илья очень любит Петли Ты готов? Крутим Хорошо Отошли Я осмотрел Воздушное пространство Никого рядом нету Я разгоняю планер До Двухсот Десяти километров Час Ну что Погнали И пошла перегрузка Вот перегрузка Сейчас Четыре Был заброс На самом деле Это не очень точный Жимметр Это Классно Когда небо Клево Да Немножечко Ну Вот сейчас Два Три 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 Восемь Три Пять То есть Три с половиной При этом Я достаточно жестко Крутнул То есть Я могу эту петлю Сделать С перегрузкой Два И восемь Ну То есть Мягенько Совершенно Сейчас Было Достаточно Жесткое Этот планер Выдерживает Перегрузку До 5.57 И теперь Обратите Внимание Как крыло У него Сгибается При такой Петле Давайте Посмотрим Вот Я сейчас Поставил Скорость Необходимую И Пошла Ручка На себя Перегрузка Три Чтоб вы знали Три Четыре Три Два И восемь Оп И смотрите Опять Крыло Изгибается Перегрузка Два Три 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 Четыре Вот Примерно Так Нормальный Планер Прекрасно Выдерживает Такую Перегрузку Никаких Проблем Он Выдерживает И больше Пилотажный Планер Выдерживает Перегрузку Там Восемь Живым Он Рассчитан Этот Может Пять Там Пять Семь По Моему Так Нормально Крутить Петли Сами Это Элементарно То есть Некоторые думают Ой там Петля Это так Сложно Ничего Сложно Если Ты умеешь Крутить Петлю Ты берешь Ее Просто Крутишь Скорость 200 Ставишь Ручку Чтобы Перегрузка Была Примерно Одинаковая Проворачиваешь Планер Сейчас Ручка До себя До упора Сейчас Ручка Плавно Отдается Чтобы Поддерживать Эту Перегрузку Без Забросов Все То есть Элементарно Красивая Штука Петля Красивая Видите Делается Элементарно И До бланники Делать нельзя А вы скажете Игорь Как же нельзя Вы же видели Что крутят В России Съемки Там Скрутили Там Скрутили Как же Так же Ну друзья Это так же Так же Крутят Друзья То есть Дураки Которые Знают Что На бланнике Непроверенным Такого делать Нельзя Все равно Крутят Потому что Или они думают Что у них Две жизни Или они думают Что сколько там проблем Там Дураки Дороги Потому что Люди думают Что бланник У них все таки Хороший Что там Вот это все Заговор Яса Европы Там И так далее И так подобное И поэтому Вот Можно Нам можно Мало того Я знаю место Где Крутили Без парашютов То есть Люди продали парашют Я лично летал Подхожу Говорю Слушайте О чем мы без парашютов Летим Я был тогда Молодым Юным пилотом Они говорят Ну слушай А мы продали Старые парашюты Вот эти ППЛ ППЛ Большие Неудобные Заказали Вот эти Дешевые Европейские С высшедшим ресурсом Кстати Почти все парашюты Которые летают В российских клубах Большинство 25 лет Парашют списывается Вот этому парашюту 7 лет Еще через 13 лет Я его выкину на помойку Вот Но Я могу его за 100 евро Продать В Россию Чем пользуются Пилоты То есть Кому Кому-то нужен парашют За 100 евро Да забирайте Вот на таких парашютах В огромном количестве Летают в Россию Будете Садиться в планет Посмотрите на парашюте Посмотрите на срок его выпуска Вам скажут Да херня Да 20 лет Да где вы были 20 лет Ерунда Можно лететь Классно Ну Это ваш риск Умеете принимать этот риск Только знайте про него Ключевой момент Знайте А я вам сейчас расскажу Еще какие риски бывают Итак Пробланики мои закончили Да Что Есть ребята Которые крутят на них петли Некоторые ребята Летают на них аккуратно Но в любом случае Все бланики За исключением 4 В Российской Федерации По нормальным Логичным законам авиации Непригодны к полетам Их нужно ремонтировать Факт Факт Это просто факт Что еще может способствовать Разрушению такого бланика Повторю условия хранения Еще раз Неотапливаемые помещения Для хранения Зимой Хранение летом Под открытым воздухом Когда дождик идет Ну и всякие вот Всякие происшествия Например Я привез планер Который я купил У Клауса Ольмана Бланик Этот планер Купил у меня один знакомый Этот планер летал Я тогда думал делать школу Лебедочную Построил лебедку Планер летал у меня на лебедке Прекрасно Даже видео про это есть В 2014 году я решил Уехать И естественно распродался Планера, лебедки Все что мог Вот этот планер купили И он был классный Он как раз был после ремонта Ремонт был выполнен на заводе И на нем были специальные замки Буксировочные Поставлены уже новый замок Не вот эти уздечки Которые сбоку ставятся А классный замок под фюзеляжем Офигенный И этот планер поставили в старицу На стоянку И привязали кончики крыльев Колечками А колечки купили на рынке Ну там продают всякие там Хозрыночек обычный какой-нибудь Там аля Каширский двор И колечки купили сварные Наверное из какого-то говнометалла И когда была гроза Был сильный ветер Это колечко разошлось Планер подняло воздух Перевернуло Оторвало Оторвало хвост Его сейчас пытаются отремонтировать Чтобы он дальше летал Ну это можно В принципе при определенном вложении Ну надо делать это на заводе Но умельцы клепают их там Вот так на коленочке Если вы видите планер Я вам фотографию вставлю в видео Бегите от него подальше Потому что у него будет приклепанный хвост Или возьмите риски Летать на каком планере Еще один кусочек Илья В каком году Илья вы начинали? Да лет пять Лет пять назад Илья был на одном аэродроме И тащили планник Нужно было скорее трактор вытащить планник на старт Но его потянули И забыли отвязать крыло Планер порвал вот такую толстенную веревку Все такой Ай Пошли потрогали Покачали А вроде как Не качали И все Пошли дальше Может вы на этом плане и летаете Простите друзья за негатив Некоторые в этом видео Но Это наверное Ну такая реакция на вранье Реакция на манипулирование фактами Я привел в своем видео Нормальные Этичные аргументы Что по такому то ряду причин По факту Планера которые летают в Российской Федерации Частично Не могут этого делать легально Частично их нужно ремонтировать В это нужно вкладывать деньги Поэтому в принципе Полеты по пять тысяч рублей Ну они вот Малореальны Ну могут быть Ну это за счет будущего детей Как я и сказал И нашелся человек Который решил с этим поспорить Причем Знаете Спорить можно достойно Можно взять Вот как я вам сейчас записал ролик Взять И привести аргументы Почему Ну например Человек Обладает каким-то Высшим авиационным образованием У меня Харьковский авиационный институт С красным дипломом Защищал диплом По теме композиты Все знаю про усталостные Проблемы там металлов И так далее У меня высшее авиационное образование Я могу аргументированно обсуждать Тему авиации Возможно у моего коллеги Например Тоже какое-то высшее Авиационное образование А может он просто умных книжечек Почитал То есть в принципе В современном мире Если посмотреть умных книжечек Почитать Если посмотреть умных видосиков Илья Туда дальше нельзя Там airspace Ближе к этому месту Не летай Airspace Мы вот сейчас в кармане летаем Здесь можно Мы друзья В заповеднике экранца Я решил вам в так фон Выбрать красивое место Раз уж ролик такой странный Получается Так вот Мой оппонент Мой коллега Он Выбрал Самый наверное Потрясающий способ Спора То есть знаете Вот есть президент Одной страны И он часто Когда кто-нибудь говорит Вот почему у вас там Что-то там утонуло Почему-то у вас Что-то там случилось Почему у вас там Что-то делают Он говорит А вы на себя посмотрите А зато у вас там За океаном Людей вешают Определенно Или еще что-нибудь То есть он не отвечает Прямо на вопрос Он начинает использовать Какие-то сторонние факторы Там А у вас вот зато вот это То есть Ответь почему так Нет Вот зато у вас вот так И этот человек Я считаю Свершил подлость То есть Это абсолютно Этичный поступок Он для аргументов Споре использовал Следующее Он сказал Что в Российской Федерации Не было Происшествий летных В течение пяти лет С планиерами связанных А Во Франции Друг Игоря Волкова Разбился Насмерть На падере Это к вопросу О старых бланиках О старых янтарях О неухоженных О брошенных на улице И так далее Ответ У нас все хорошо У вас У самих Посмотрите что У вас люди гибнут На планирах Да Сергей был мой друг Да Он разбился И погиб У меня на глазах Он свалился в штопор Что такое штопор Да я вам сейчас покажу Нет нет я только вход покажу И все Давай посмотрим Чтобы никого не было Но сюда никто сегодня не летает Я специально выбрал заброшенное место Друзья Там грозы везде С левой стороны заповедника Гранс Мы туда По центру долины можем лететь А по скалам не можем И поэтому в этот карман Планера редко залетают И поэтому Зная что я сегодня вам Немножечко покажу что нибудь Я решил выбрать это место для съемок Итак смотрите планер Закрыл и проверил Да Третья позиция Планер трясется 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 Он не будет хотеть что парить Но я дам ногу правую И заставлю его свалиться Вот так он завертелся И вот так он завертелся У Сергея до самой земли А в этот момент я смотрел Как это что-то происходит И ничего сделать не мог Не дай бог вам пережить такое Это друг Мы с ним много летали на этом планере Сергей учился в клубе Вином Прошел там полную подготовку Полный цикл Налет его уже был 70 часов Он летал в Литве на соревнованиях уже Вот на том же мини-лаке На котором разбился И говорить о том Что это там зеленый Необученный там пилот И так далее Нельзя С другой стороны Действительно Имел не очень большой опыт И к сожалению Вот это синдром молодого пилота Когда У него очень хорошо получалось И очень многое получалось И вот это сыграло злую шутку Разбор этого полета будет Я отснял уже материал Ну вы знаете Очень тяжело такое И разбирать И снимать И монтировать И мне нужно просто набраться сил Когда-то То есть я сказал себе Что год я подожду Чтобы все осело Чтобы можно было Без лишних эмоций Все это делать И разбор должен быть трезвым Он должен быть Не знаю Самокритичным опять же Что тоже будет присутствовать То есть я могу указать На ошибки Которые были у меня Но основной аргумент Который Знаете когда там Что-то случилось Обычно Во всех подворотных Начинают языками молоть И основной аргумент Молотить чеков языками А чего У него же была рация Он мог сказать ему Что делать Друзья Есть такой закон После 100 метров Не говорят что делать То есть на 100 метров Когда 100 метров До земли осталось Не дают То есть советы даются До захода на посадку Тот там Сильный ветер например Или там Подправь Сделай коробочку подлиннее Или как-нибудь Укарати Или еще что-нибудь То есть То есть такое говорится И в том случае Было сказано А ниже 100 метров Ничего не говорят Потому что Были случаи У меня друг Дарьус Летает В инвалидной коляске Ездит И летает на планете Потому что Кто-то на малой высоте Посоветовал ему Выпустить шасси Вот друзья Ручка управления Сейчас она оттримирована Я могу ее В любой момент отпустить Она оттримирована Сейчас на скорость 120 км в час Но когда пилот идет на финиш Часто ручка находится Не в нейтральном положении Например может быть вот так Для каких-то Почему-то сделан Скорость пилот уменьшает И когда ему говорит шасси Он вспоминает Ее мое шасси точно И берет вот так Опускает ручку Передает И в этот момент Упускает шасси Но видели что ручка сделала Она сделала вот такое движение И даже когда ее Передаешь из руки в рульку Она может сделать Вот такое стреляющее движение И соответственно планер Резко опускает нос Если до земли Немного врезается в нее Таким образом Получил травму Позвоночника мой друг Дариус Таким образом Получил травму Очень хороший Польский пилот Адам Замечательно летают Они летают до сих пор Они летают С колясками Такое можно в Европе Можно пройти в лэк И летать Не может человек ходить Но он может летать Есть планера специальная С ручным управлением Но это именно та причина По которой ниже 100 метров Не говорят что делать пилоту Мне кажется Использование смерти человека В какой-то дурацкой разборке Это по меньшей мере Ну это верх не этики Просто верх Человек Использует короткий промежуток времени А почему не 10 лет А почему не 15 Если использовать 15 лет То окажется что В Новосибирске Девушка погибла На полетном поле Потому что в нее врезался планер Убил ее Дентарь И Вот эта история вдруг Всплывет Всплывет история Как самолет Буксировщик Взял и Перерубил тросом Человека Который вел видеосъемку Забыл что за ним трос Разматывается И вот этим холостом Убил человека Такие истории всплывут И зачем их Зачем их ворошить Зачем все это использовать Это нужно Этот опыт нужно Накапливать Наверное В отдельных Даже не видео По безопасности А там Я буду снимать Серию видео уроков И там я буду Использовать истории Про действительно Несчастные случаи Как комментарий К тому что Почему нельзя бегать По летному полю В наушниках Потому что Может убить планером Почему нельзя Летать низко На самолете С тросом Потому что Можно по кому-то Им стукнуть То есть такие вещи Это повод Наверное Не сделать это Еще раз И дальше То есть это не Аргумент для того Чтобы обсуждать Возраст бланников И вообще Их безопасность Этих бланников Ну то есть Это притянутое Что-то за уши Я уверен Что на пятилетнем Горизонте Все хорошо И прекрасно Возьмем Десятилетний горизонт Лет десять назад Моя жена Чуть не погибла На планере Потому что Попало в ситуацию Когда Пилот буксировщик Планер летит За пилотом Буксировщиком И они связаны Тросом На этом Пилоте буксировщике Летал джигит Почему используют Джигит Слово Ну потому что Он таким и был То есть он был Ярок Ему хотелось летать Он был Не знаю Имел допуск на буксировку Он попал в клуб Ему дали самолет Ну потому что На тот момент Кто может буксировать Да вот этот может Ну пусть побусирует Ему нафиг Не нужно было буксировать Ему просто хотелось Полетать на самолете И соответственно Когда он тянул Мою жену На круг на 300 метров Он Помахал Ну нужно что Помахать крылом Планер должен Цепить трос После чего Самолет Начинает снижение Но Джигит сделал так Он Махнул крылом В одну сторону Вот так И Заболел Самолет В войну Там это Штуки пикировали Вот примерно так Наталья Жена моя Девочка Очень аккуратная То есть Она Ей должны дать команду На отцепку Это покачивание Самолета Крыльями После чего Она Берется за ручку Отцепки В данном В данном случае Ручка Ручка отцепки У нас Вот Желтенькая Вот она А на бланике Такая Тоже желтенькая Встроенная Вот она Берется за эту ручку И должна за нее дернуть Отцепить трос Но она Сделать это Не успевает Она дергает за ручку Но в этот момент Наш джигит Уже пикирует Соответственно Тягивает трос Крючок у бланика Сделан таким образом Что Вот это усилие Дикое Которое пошло От троса Оно блокирует Возможность Отцепиться Что происходит дальше Дальше У джигита Ничего больше Не работает управление От слова совсем Потому что Его планер Повешен вниз Носом То есть У него Натяжение троса Превышает Все возможные Управляющие воздействия От стабилизатора Что бы он не делал Управлением Планер Самолет не управляется Он пикирует вниз Соответственно Планер Вынужден пикировать Тоже за ним То есть Наталья молодец Она начала пикировать За самолетом Потом Когда увидела Что скорость Уже превышает 200 км в час Она сделала Единственное верное движение Она взяла ручку На себя до упора И резко И создала Такую нагрузку На тросе Что порвало Разрывное звено На тонну Вот что хорошо В этом клубе Что там стояло Разрывное на тонну Которое должно стоять Ну или положенное Я уже не помню Какое там точно Должно стоять Смысл в том Что часто Разрывные выкидывают Говорят Да там веревка порвется Да там фигня Там И от этих разрывных Только вред Если вы летаете на планере Подойдите И посмотрите Есть разрывное И какое оно И на одноместные планира И на двухместные Оно должно быть разное Его должны менять Это основа безопасности И я уверен Что Во многих местах Их просто не меняют Ну потому что Это неудобно Моя жена Моя жена полетела дальше С ней все хорошо Самолет-буксировщик Пикировал почти до земли На высоте Ниже 50 метров Он смог выточить самолет В горизонтальный полет Приземлился И на земле Матом Материл Женщину Вот поэтому Я еще очень не люблю Людей Некоторых Потому что Самое паскудное Что можно сделать Материть женщину Тем более ту Которая Спасла тебе жизнь Я послал его На три буквы И больше На аэродроме Сказал что Если он будет Буксировать Ноги моей здесь Больше не будет Ну так как мы платили За полеты И платили немало Мы на этом аэродроме Оставили В тот приезд По порядку 70 тысяч рублей Этого джигита Больше не видел А дальше было все хорошо Дальше все старались У меня От клуба Теплые воспоминания То есть я не хочу Ни в коем разе Антирекламу делать Я просто говорю Что ситуации разные Нехорошие Случаются И это нормально И использовать их Дальше Если бы вот это все Привело к катастрофе На земле два трупа Использовать это в спорах Ну неэтично Так не делают Нормальные люди Так не делают Кто-то спросит Волков Ты что ты вообще Доколебался До этих Блайников До Какое тебе вообще Дело До полетов В России Отстань от них Отпусти их с миром Я наверное Друзья Так бы сделала И если бы Наверное Не какая-то Режа там летал У меня есть У меня есть много Друзей И я делаю Опять же Ролики В Русскоязычном Сегменте Очень много Людей Благодаря Вот Моим роликам Пришло Летать И будут летать И Я не хочу Чтобы это все Умерло Умерло А для того Чтобы это продолжало Жить Нужно Чтобы Техника Восстанавливалась Чтобы были клубы Подобные Там Клубу К тому же Сапсан Который существует Благодаря Антону Геннадьевичу Пермякову И вполне себе Прекрасно развивается И Ну Образец На самом деле Клуба Для подражания Замечательный клуб На мой взгляд В Щекино Где Обновляется Техника И вот сейчас Недавно Куплены Как раз Два бланика На которых Все можно делать И петли Чтопора И один там Прям вообще Пилотажный Это Путь в будущее Это путь Когда Через год Через два Через двадцать Можно будет летать Потому что Останутся планира И в этом случае Я повторю Не может быть стоимость На полеты Так что Можно приехать Раз в месяц На аэродром И там За пять тысяч лет Этих рублей полетать Не бывает такого Физически Потому что Содержание техники В нормальном Достойном состоянии Оплата Работы персонала Который Технику Будет содержать Ну Он стоит таких Денег Что это Просто невозможно Поэтому Я просто Пытался Донести Эту простую Вообще Незатейливую мысль Что Привлечение Планеризм Людей фразами Да это стоит копейки Давайте приходите Будете летать на халяву Почти Не честно Потому что По сути Это является обманом На халяву Не получится Также не честно Манипуляции Со вторым годом Я еще раз Это повторю Потому что Что говорят Там Вот 250 тысяч Первый год обучения И вы там уже Самостоятельно вылете Будете летать А второй год обучения Это полеты Напарения Полеты на площадку В любом случае Это полеты с инструктором И много Да Во второй год Можно летать Как вот сейчас Я летаю Парю В какой-нибудь Дошел поток Парю Но это нужно уметь И Слова о том Что можно этому Научиться по книжечке Прочитав умную книжечку И сразу же полететь И парить В этом бокаме Но нет Не так Это все-таки Это Сувство вот этого неба Это развивается Но оно развивается как Ты увидел ситуацию Ты ее объяснил Ты ее не всегда Можешь объяснить точно Ты ошибаешься иногда Но накапливаешься И вот накопление Вот этого большого Количества опыта Оно создает ту интуицию Когда уже даже не думаешь Где поток брать Вот он тут будет Но для этого Нужно налетать много И это точно не Второй год обучения Когда ты еще даже Не умеешь парить Там нужно летать много Много летать с инструктором Много летать с инструктором На площадку Эта площадка стоит дорого Научиться на площадку летать Очень важно Это кстати То чем допустим Российская школа Отличается от европейских Европе не учат посадкам На дикую площадку Потому что это не принято Здесь ну Объясняют как И так далее Но посадки все идут На штатные аэродромы Поэтому Налетав все время Огромное количество площадок Когда в России летал Я признателен всем тем Кто меня это организовывал На курсах обучения Кто меня забирал С площадок на соревнованиях Это конечно Реально Очень большой плюс Тут я вот безоговорочно Поддерживаю Что да Площадки Настоящие Боевые В поле С пшеницей Ну не пшеницей С убранной пшеницей Это классно Это позволяет Чувствовать себя Потом в полетах Уверенно И знать Что если я лечу По маршруту То я могу Там вот приземлиться Куда-нибудь на площадку Поэтому я второй год Обучение Не списывал С честных счетов Тем более Что если говорить О критерии Окончания обучения Это выдача какой-то лицензии В Европе Это выдача лицензии Часов Наверное 35 Получается Нужно налетать В России В свое время Я налетал До лицензии 48 Или 48 52 часа Это летал Во втором ГАКе В Пахомово И это Ну я после этого Вот курса Да Вполне почувствовал Я достаточно свободно Летал маршруты В Крыму Летал маршруты Это был 2011 год Я летал Прекрасные маршруты В Подмосковье К себе на аэродром На парадром В кончинку Было конечно Замечательно Но я потратил Достаточно много Времени на это И достаточно много Времени Это вот Можно назвать Обученным человеком Так что Давайте наверное Тут нет смысла Манипулировать Этими цифрами В любом случае Я сказал свое отношение Что нельзя Обещать что-то Чтобы это будет Вообще вот так вот Сверхдоступно Планерный спорт Дорогой Увы Это жалко Это обидно Парапланерный спорт Более доступен Поэтому если у вас Нет денег на планер На достаточно Серьезную подготовку На планере То незачем Себя выучить Купите себе Параплан Летайте И будете счастливы Я на параплане Налетал 3000 часов И это Это лучший год В моей жизни Это лучший полет В моей жизни Я сейчас Иногда беру параплан Лечу И у меня от ветра Слезы на глазах Потому что Это кайф Я на планере Да Это сейчас Частично стало Работой Частично стало Исследованием неба Частично стало Какой-то миссией Но я очень люблю Параплан Поэтому мы вам Собед Не сбрасывайте Это со счета И вот Это честно Честно сказать вам Что за 5000 Вы не полетаете Нормально Ну сейчас может Полетаете пока Можно еще допиливать Технику Которая осталась От Советского Союза А потом нет Осознавайте это И принимайте Взвешенное верное решение Сейчас друзья Мы идем Параллельно Заповеднику Угранс В воздушное пространство Мы запрещенно Не входим Идем Рядышком В разрешенном И я слетаю В леднику Хоть Чтобы хоть что-то Красивое вам Показать из этого видео Чтобы оно Не окончательно Получалось Таким злым Грустным Чего я не хочу У нас же Позитивный канал Мечта летать все-таки Простите меня Пожалуйста За то что Приходится делать Такое Я бы так сказал Дурацкое видео Я не хочу Мне такое не нравится Я Сделаю это просто Для того чтобы показать Что такого быть Больше не должно Если у человека Есть ум Если хоть остатки Какие-то есть Ну потому что Остается вот Впечатление быдла То есть вот Такое поведение Это какое-то Быдлячество что ли Это поведение человека Который Вы знаете Вот я часто Использую сравнение Я не люблю Когда детей В хаке наряжают Ну это просто Вот считайте Что у меня пункт Я считаю что Дети это святое И использовать их Каких-то там Игорящих политических Это Ну как Это дно Это просто Вот Последнее дело А мои допустим Коллеги считают Что можно Такого ребенка взять Сфотографировать В планере В форме Каки на 9 мая И умильно Рассылать все Вот эти замечательные Фоточки всем Желающим Ну не всем желающим Я например Не люблю такие фоточки Мне рассылали С комментариями Что Чувак Для тебя Мы же знаем Что ты Пацифист Что ты не любишь Войну Вот Ну ты там Вот это Вот мы же можем Повторить Вот посмотри Как классно Какие у нас Классные дети Какие у нас Классные плодера Какие вот Мы вообще Сами такие Это Быдло Так делает Быдло И я рад Что со мной Быдло Не летает То есть Я могу Выбирать себе Учеников Я выбираю Я летаю Только с друзьями Чтобы попасть Ко мне Во-первых Очередь И она большая Где-то год вперед А во-вторых Я беседую С человеком Я с ним общаюсь С ним переписываюсь И если человек Мне нравится Только в этом случае Он со мной полетит Потому что В этом планере Я провожу По 8 часов в день Иногда по 7 дней В неделю Потому что Здесь в Альпах Хорошая погода Мы кстати Не принято Сравнивать Всякие места Потому что Например Мои коллеги Из Австралии Или Новой Зеландии Считают Что у нас Самое лучшее место Мне например Нравится Альпы И я могу Аргументировать тем Что здесь Очень много Летной погоды Ну такая Такая особенность Климата То есть Которая позволяет Здесь летать много Но я нигде Не кичусь этим Я не говорю Что эти горы Самые лучшие И так далее Каждые горы Хорошие Я летал в Альпах Я летал В Пиренеях Я летал В Андах Я летал на Кавказе Мне везде нравится Горы Это вообще Само по себе Прекрасно Их нужно Обязательно Важно И нужно Показывать И Использовать Где-нибудь Аргументы Наши горы Самые лучшие А наши Вообще Люди Вообще Самые лучшие А мы Вообще Всем там Покажем Или что-нибудь Еще Детский сад Ну вы По-другому Ты не скажешь Друзья Вот вам Вид на Красивый Водопад Это Заповедь Игран Жемчужина Южных Альп Ледник Как вы видите Конечно Подтаивает Сильно Вот это Желтое То что На нем Это Снег Сахары Песок Сахары Которые Во время Дождей Сюда Выпадает И Остается Вниз Бегут Водопады Вот здесь Мы Путешествую Останавливаемся С палатой Во всех этих озерах Которые Внизу Я купался Красивейшем Вот вам Кусочек Планеты Земля Которые Я вам рад Показать И при этом Я не хочу Ни с кем Ничем Мериться То есть Это Прекрасное Место И В других Местах Тоже Хорошо Поэтому Ну надо Как-то Ну не знаю Дружить Но это Настолько Банальная Фраза Надо Дружить Надо Не множить Многотип Его и так Много в этом мире Нужно Нести Позитив Радоваться Успехам Друг друга Радоваться Не знаю Фильмам Друг друга И не 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 поддевать Не подкалывать Не Не делать Эти глупости Я не знаю Зачем этот человек Взял В каком-то Своем ролике Подколол Что тут летает Волков И гигей И он там В альпах Своих Ну там В негативном смысле Это было использовано Я удивился Думаю Зачем человеку Это надо Ну ладно Ну Я бы Наверное Даже Не парился Никакого ролика Не сделал Если бы мне просто не было бы хорошего настроения Камеры Много колеса И чемпионата мира По планетному спорту Я побегал Сделал ролик И видите Что из этого получилось Из этого получилась Не очень хорошая ситуация От своего лица Я могу сказать Что на этом ролике Я заканчиваю Ни одного Как бы там Мой коллега Не рвал себя Волосы где-нибудь Там Пок ему судья Как говорится Я более чем уверен Что Таким Видео Которое он сделал Он только сам себя наказал То есть Если бы я Был сторонним человеком Который смотрит Чей-то канал И вот Попал бы на вот такую фигню Я бы сказал Да ну Да фу Да как так можно Разве ты человек после этого Вы спросите Обижен Или я на этого человека Мне неприятно Меня может быть Знаешь Знаете Подташнивает То есть Когда ты Ну тебе человек В принципе Ну ты к нему нейтрально относишься Ну человек Ну там Ну классно Коллега в конце концов Старается Много чего делает То есть За это можно Человек всегда уважать Но Есть пройдена грань Когда Вот Что бы он ни делал Для меня Он больше не существует На планете Я больше Не уверен что хочу Руки никогда не пожам Не хочу И наверное Что оправдание Может ему быть То просто Он скорее всего Не видел смерти Вот Вот Такой вот рядом А я видел У меня В 2000 году На моих глазах Разбился Ученик Это были Годы Когда было Ну такое наверное Становление Кланедизма В России Мы делали Лебедки Мы делали На тот момент Сделали Очень мощную Лебедку И Честно говоря Мало кто думал Что лебедка Вообще может Разрушить параплан Все думали Да там нормально Что он там Каждая стропа На параплане 200 килограмм Держит Их там Огромное количество Этих строп И что там Каких-то там 100-200 килограмм Если мы дадим На параплан Ничего не будет И там давали Скороподъемность Где-то 8 метров В секунду А это в этом случае Стоп минимум 100% От взлетного веса Это и больше 120 Лебедка Подфигачило И параплан Соответственно Вот так Стрелой в небо А дальше Сочетание Как обычно Всегда бы Есть сочетание Факторов Дальше получается Что на параплане Стояли бракованные Стропы Это параплан Было 4 месяца От рода Он был новый И Ну фактически Новый Но стропа Когда мы этот параплан Потом проверяли Стропы верхнего яруса Держали по 25 килограмм Вместо Положенных 120 или 150 То есть стропы Стропа была Феодосийская Это был брак Производство Там то ли не выбыл Была кислота Из материала Из которого Стропата Нискевлара Зам Или Амида Но Как бы Не важно Это уже То есть факт Были бракованные Стропы Это первый фактор Второй фактор Что была бы Мощная тяга На лебедке И третий фактор Что параплан Вошел в срез То есть Сильный восходящий поток Как я вам с планером Показывал Что сейчас мы можем Планер разогнать До 250 И если будут ножницы Мы конечно его не разрушим Но перегрузка Может до 5 единиц быть Почему собственно Есть желтый сектор На спидометре То что Когда в него залетаешь Нужно быть осторожным С точки зрения Турбулентности И управления Вот эти все три фактора Совпали И параплану Срезало Весь верхний пиарус Это превратилось В такой вот цветочек Желтенький Который несется к земле У меня В смысле Этот снаг Снилось очень долго И погиб человек Погиб очень хороший человек Мы были друзьями И Я хорошо то помню Утро Он приехал Со своей будущей женой Уже Со своей невестой У них Очень трогательная История знакомства Он весил 130 килограммов Он похудел до 90 На фоне знакомства С любимой девушкой И Мне все рассказывали Он Был замечательным человеком Он сочинял музыку Он создавал Красивейшие Сочетания На дисках Выпускал Это была его профессия И работой И Он погиб И когда ты Бежишь К этому месту Когда ты сначала Видишь вот этот цветок И ты думаешь Ну только бы Только бы Вот Ты бежишь И понимаешь Что все Вот Ничего Жизнь ушла из глаз Ты даже в глазах И уже ничего не видишь Это просто адская боль Не дай бог Кому-то это пережить Не дай бог Пережить то Что когда я видел Как Серега Сережин планер Закачался в воздухе Свалился на крыло И Сделав Даже не сделав Оборот Он просто практически Вертикально Вошел в землю Дальше И дальше Подхожу Вижу глаза Моего друга Не дай бог Он такой И наверное То что этот человек Такого не видел Может его простить Возможно Сделал ли я выводы Из этой истории Я из каждой истории Делаю выводы Я стараюсь изучать Другой опыт Чужой опыт Естественно Всегда лучше учиться На чужом опыте Но могу сказать Однозначно Что своей смертью Алексей спас Огромное количество людей И сохранил Может быть Большое количество жизней Потому что Потом проверили Эти парапланы Сначала пытались Все конечно Свалить на нас Ваша лебедка Вы там Во все виноваты Потом все таки Потестировали Потом упал человек На ЮЦ Никакой лебедки Там не было Он так же Срезало стропы И причем Он упал вертикально На склон И остался жив Потому что Был склон Он проскользил По нему И получил травмы Но Остался жив Главное Что сделал Алексей Он заставил меня Задуматься О ценности Человеческой жизни О том что Любое Ну ты когда ты юн На тот момент Мне было 24 года И Вот я себе Пообещал Что я сделаю все Чтобы Полеты стали Максимально безопасными Это стало моей Наверное Какой-то Болью душевной Пунктиком Каким-то И я начал Придумывать лебедки Я начал делать Лебедки Гидравлические Которые позволили бы Исключить Вот эти Избыточные натяжения На тросе Которые позволяли Парапланы Тянуть нежно И тем самым Так получилось Что я сделал Изобретение в этой области И это изобретение Мне помогло Достичь Ну получить Наверное Все то что есть У меня сейчас То есть я много работал Я построил Около Ну где-то под 40 Лебедок На которых сейчас летает В очень большом Количестве городов Как в России Так и В других странах Сергей Мой друг Он по сути Наверное Создал этот канал Канал номинально мой Я его регистрировал Я его начинал Но мне было Наверное Не так интересно Этим заниматься Я просто снимал Какие-то коротенькие видео Мне было лень Заниматься монтажами Просто кидал их И так это было Так Дурака повалять А он увидел потенциал Он сказал Игорь Ты же можешь Ты же можешь Делать классные видео Ты же веселый Ты классный Ты можешь нести Позитив в этот мир И давай делать Давай я тебя помонтирую А ты просто поснимай И я вот обвешивался Этими камерами Поначалу получалось Мне достаточно плохо Но с каждым временем Минутой все лучше и лучше А потом я загорелся Я увидел отклик От людей Увидел что меня смотрят зрители Что они радуются Пишут Что водитель трактора Д160 Может за обедом Ставить мой ролик И писать мне Что Игорь Я никогда не буду летать Но я счастлив Посмотреть тебя днем Я могу потом Пахать весь день И там Ух Вот это наверное Мотивирует И когда Сергей не стало Я пообещал Что я буду продолжать То есть Мне наверное С точки зрения Там когда-то Канал зачинался В режиме Там Мне нужны ученики были То есть там Люди которые хотели Со мной летать И в то время Я не выбирал особо То есть я говорил Хочешь полетели Ну кстати До этого очень много Обжегся раз И я люблю проводить Время В 8 часов в день Планились С теми людьми Которые мне приятны Я не хочу Не знаю Моя работа Она любимая работа Я хочу ее Проводить в комфортных условиях Потом стало так Что желающих полетать Стало Настолько много Что вот Я даже не знаю Что с этим делать Ну Собеседование Там Общаемся То есть Там опять же Были случаи Когда человек Настолько мечтает Настолько классный Что мне там Плевать на стоимость Этого процесса То есть я могу Все там На каких-то Специальных условиях Полетать Если мне нравится Он очень как человек И канал в этом случае Уже не столь важен Потому что Ну вот Можно так его ставить И он все равно Будет работать Прекрасно Там приносить Желающих Монетизацию какую-то Но это же Не ради денег Затевалось И осталось Как наверное Вот я так пообещал Серега Я буду это продолжать Обязательно Просто потому Что тебе это нравилось И ты многое Для этого сделал Это просто вот Работа фамилии Это трачу кучу времени Я Ну вот Я горю этими роликами И мне дико больно Когда Вот На вот этом Пространстве медийном На ютубе На сообщество авторов Ведь это изначально Задумывалось Как сообщество авторов Как сообщество людей Которым классно вместе Которые помогают Друг другу И вот на этом Поле сообщества Вырастают мухоморы Простите за этот ролик Я честно Прошу прощения Потому что Я может быть Может быть и не нужно было его делать Мне хотелось выговориться Мы в конце концов С вами уже немножко как Ну не семья конечно Но Тоже сообщество Авторы, зрители И Мне больно Мне было больно Смотреть Гадость И То как Используют Какую-то В какой-то Помойке Используют Имя моего друга И ситуацию с ним Проишедшего Простите за это А затем Я откланяюсь До более позитивных роликов И Полечу Летать С моим другом Ромой Потому что он ждет Спасибо моему другу Илье Который позволил записать Этот ролик Я потратил его время Летное На это Но я думаю Что он Я тут уже просто Приду Ну Ну Ладно Да До новых встреч Губоковажаемые Любители Лета и фотоспорта До новых Более позитивных роликов Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok